Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Это видео мы записываем для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать удивительную, очень необычную, выделяющуюся среди всех остальных книг Священного Писания, книгу «Песнь Песни Соломона». Мы читаем эту книгу по переводу российского библейского общества. Этот перевод выполнен Яковом Энделькиндом. И сегодня мы читаем седьмую главу. В прошлых беседах мы говорили о том, что «Песнь Песни» — книга, радикально отличающаяся от всех остальных книг Священного Писания. В этой книге нет повествований о Боге, о судьбах мира, нет пророчеств, нет поучений, нет заповедей, нет истории еврейского народа или чего-либо другого. Но в этой книге только одно — лирические стихи, древняя поэзия, посвященная любви. И если в предыдущих главах речь шла о исчезновении героя, о поиске этого героя, то седьмая глава начинается как раз с призыва героини не пропадать, вернуться. «Вернись, вернись, шалометянка, вернись, вернись, дай нам поглядеть на тебя». По всей видимости, этот первый стих — это реплика хора девушек. Как мы помним, есть в этой книге «Песнь Песней» герой, есть героиня, и периодически еще есть такой коллективный герой — девушки Иерусалима. И вот они поют «Вернись, не пропадай, вернись, шалометянка». В этом переводе, по которому мы читаем, это древнееврейское слово переведено именно так — «шалометянка». В некоторых других переводах, например, в синодальном переводе, более привычном нам, это слово переведено как «суламито», где-то пишется «суламифь», как собственное имя. Мы не очень понимаем, что на самом деле имел в виду тот, кто в древнееврейском языке поставил туда это слово. По всей видимости, это все-таки не имя собственное, действительно связано вот с тем, откуда, из какой местности происходит героиня. Около горы Фавор есть такое селение, которое очень похожим образом было названо. Может быть, имеется в виду, что героиня происходит оттуда. Может быть, здесь даже какая-то связь с Иерусалимом или со словом «мир», «шалом». Ну вот такое к ней обращение. То ли это все-таки собственное имя, то ли это ее происхождение, то ли что-то еще, то ли она здесь названа «мирной», и это слово немножко видоизменено. Но вот она призывается «вернись, дай нам поглядеть на тебя». И она отвечает «что глядите вы на шалометянку, как на плесунье встречающих войска?» В синодальном переводе «как на хоровод». Хоровод монаимский. В любом случае речь идет о танце, о радостном танце. По всей видимости, здесь упоминается такое явление, которое было распространено в Израиле и в некоторых других странах. Когда мужчины, юноши уходят на войну, сражаются, то дома остаются женщины, невесты, дочери, матери. И вот когда возвращаются юноши, мужчины, воины, то их встречает радостный хор и хоровод, и девушки, женщины, что они не простились навсегда, что эти люди вернулись, что война окончена, что они снова могут встретиться. И вот женщины устраивали такие радостные танцы по этому поводу, танцы, которые наполнены радостью о встрече с вернувшимися с войны мужчинами. И вот героиня говорит, вы на меня смотрите, как на вот такой танец, как на танец плесуней встречающих войска. Если мы обратимся к аллегорическому толкованию, а мы помним, что песнь песней в разные эпохи и разными людьми, сначала иудейскими толкователями, потом христианскими авторами, святыми отцами, много что было истолковано самым разнообразным образом. И эти толкования, они дополняют друг друга, они дают нам множество прочтений одного и того же текста, текста Священного Писания. И вот мы в основном в наших беседах обращались к толкованию, которое говорит о том, что герой изображает Бога или Христа, а героиня изображает человеческую душу. Конечно, есть много других толкований. Героиня — это народ израильский или это церковь. Но мы вот прежде всего на это толкование опираемся. И вот если мы к этому толкованию обратимся, то тогда нам, наверное, уместно будет вспомнить евангельскую притчу, когда одна душа теряется, согрешает, уходит, и жених ищет ее. Вот пастух имел сто овец, одна овечка пропала, и этот пастух пошел эту одну овечку искать, оставив девяносто девять других, которые никуда не пропадали. И вот когда находится эта одна овечка, то он ей радуется больше, чем всем девяносто девяти овцам, которые никуда не пропадали. Это одна, да еще и потеряная овечка вызывает у него большую радость. Когда блудный сын уходит куда-то далеко, на страну далечия, живет там распутно, неправедно, попадает в самое бедственное положение, но возвращается, отец радуется ему больше, чем о том сыне, который никуда не пропадал и не уходил, и устраивает ради него великий пир. И вот об этом много говорится в Евангелии. Об одном кающемся грешнике на небесах бывает большая радость, чем о праведниках, с которыми ничего страшного не происходило. И вот здесь мы видим нечто подобное. Вернись! Душа куда-то уходит от Бога, теряется, пропадает. Вернись! И если душа оборачивается, возвращается и говорит, как бы, зачем ты смотришь на меня, Господь, я потеряна для тебя, то ответ такой, что Господь радуется этой душе, если она все-таки возвращается больше, чем от тех, которые никуда не уходили, никуда не пропадали. Он смотрит на нее с такой радостью, с какой смотрели друг на друга пришедшие с войны мужчина и встречающая танцующая женщина. И дальше герой обращается к героине. Он поясняет ей, откуда эта радость, какое впечатление она на него производит. И говорит, как прекрасны твои ноги в сандалиях, о знатная дева! Очертания бедер твоих словно кольца, творения ювелира. Твой пупок круглая чаша, пряная вину в ней пусть не иссякнет. Твой живот сноб пшеницы, лилиями окаймленный. Твои груди как два олененка, словно двойня газели. Твоя шея как башня слоновой кости. Твои глаза пруды, что в Хэшбоне у ворот великого города. Твой нос как ливанская башня, что зорко глядит на Дамаск. Твоя голова что кормил, а кудри твои что пурпур. Царь взят в плен их потоками. Вот такое любовное обращение, похожее на серенаду, то есть песнь влюбленного юноши, обращенную к любимой. Герой действительно смотрит на героиню с великой радостью, как вот эти вернувшиеся юноши на хоровод плесунь, встречающих войска. Он видит ее красоту, он видит, как она прекрасна и богата всевозможными достоинствами. Вот так Бог смотрит на человеческую душу, так Христос смотрит на человеческую душу, когда мы смотрим друг на друга. Чаще всего мы видим недостатки, изъяны. Так устроен наш глаз, похоже на то, как смотрел мальчик Кай из сказки «Снежная королева», когда ему осколок дьявольского зеркала попал в глаз. Все он видел в искаженном издевательском свете. Все ему раздражало, все ему казалось неправильным, смешным, отвратительным. И какие-то осколочки такого зеркала, они присутствуют в глазах почти каждого из нас. Но Бог смотрит на душу человеческую по-другому. Он видит ту красоту, ту гармонию, то богатство, которое когда-то он сам заложил в каждую человеческую душу. Да, на поверхности у нас много всяких изъянов, недостатков, но в глубине каждой души есть то, о чем когда-то говорил древнехристианский писатель Тертулиан, что душа каждого человека по природе христианка. И вот какое-то бесценное сокровище есть в каждом человеке. Мы не умеем чаще всего его видеть, только то, о чем говорится в этой книге, любовь приоткрывает нам иногда вот такой взгляд, когда мы сквозь недостатки видим красоту, а Бог любит нас всегда и видит эту красоту всегда. Как прекрасны твои ноги в сандалиях в сандалиях знатной девы. Очертания бюдер твоих словно кольца творения ювелира. Кто тот ювелир, который создал человеческую душу? Кто тот мастер, кто тот творец, который создал такое прекрасное создание? Конечно, это и есть он сам герой, Бог, сотворивший эту душу, приведший ее из небытия в бытие. Ноги обуты в сандалии. Господь не просто создал душу, а дал ей многое для того, чтобы пройти эту жизнь. Зачем нужны сандалии? Для того, чтобы пройти по дороге, пройти через какой-то путь, не повредив эти ноги. Господь дает нам не только саму жизнь и не только само существование вот этой души, но он дает многие возможности, многие таланты, многие способности и инструменты, которые позволяют нам пройти этой дорогой жизни. Наша душа обута в сандалии. Твой пупок круглая чаша, пряное вино в ней пусть не иссякнет, твой живот сноп пшеница, лилиями окаймленной. Главное, христианское таинство, это таинство Евхаристии, когда мы, вспоминая, как Христос собрал своих учеников на тайной вечере, берем хлеб, берем вино и делаем то, что Христос нам велел. Он сказал, ешьте это мое тело, пейте это моя кровь и всегда творите это в мое воспоминание. И вот здесь тоже эти очень важные символы употребляются пшеница, хлеб и вино. Твой пупок круглая чаша, пряное вино в ней не иссякнет, твой живот сноп пшеницы, лилиями окаймленной. Это евхаристические символы. И жизнь человека должна быть евхаристоцентричной. Это означает две вещи, это означает очень ясную, практическую вещь, что мы должны чаще участвовать в этом таинстве евхаристии. Если мы хотим актуализировать, сделать живым, ясным, видимым в себе вот это богатство внутреннее, которое в нас есть, то мы должны участвовать в таинстве евхаристии, чтобы эта красота раскрывалась в нас, чтобы тот, кто когда-то создал эту красоту, входил бы в нас. Христос, создавший эту красоту, входит через причастие святых христовых тайн в душу человека и помогает раскрыться этой красоте внутренней. И от того, что мы причащаемся, вся жизнь должна освещаться особым светом. Каким светом? Светом евхаристии. Слово евхаристия означает в переводе на русский язык благодарение. И вот если человек умеет быть благодарным, если он действительно напитавшись уже даже не хлеба и вина, а тела и крови христовых вот эту евхаристию воспринимает и дает ей раскрыться вот на всю свою жизнь, такой человек делается счастливым, блаженным. Если человек присваивает себе те дары, которые Бог ему дает, воспринимает это как само собой разумеющееся, а как еще может быть? конечно у меня вот есть жизнь, есть душа, есть тело, есть какие-то обстоятельства в моей жизни, то вот такая неблагодарность, присвоение себе, это очень большая сложность для человека и вызывает много разных плохих последствий в жизни человека. В этом и есть корень того, как человек отдаляет себя от Бога, отдаляет себя от любви. А если человек воспринимает это именно как дар Божий и умеет отзываться на это благодарностью все то, что у нас есть, вот тогда жизнь такого человека становится светлой, и этот свет не гаснет даже в трудных обстоятельствах. Свет во тьме светит, и тьма не может свет потушить, объять. Твои груди, как два олененка, словно двойня газеля, твоя шея, как башня слоновой кости, твои глаза, пруды, что в хэшбоне. Мы говорили о том, что песнь песней это еще и дивная поэзия. И в переводе мы, конечно, многое уже не видим, но в оригинальном тексте, древнееврейском тексте каждая строчка песни песней это уникальное, такое, ювелирное поэтическое произведение, потому что слова подобраны по созвучиям. Очень часто у одного слова несколько смыслов и все эти смыслы как-то вот играют, получается такая игра слов, множество подтекстов. Вот здесь говорится «твои глаза, пруды, что в хэшбоне». А глаз и источник это почти одно и то же слово в древнееврейском языке, они очень незначительно отличаются. И здесь вот то ли это глаз, то ли это источник, а пруд откуда берется? Вот от источника воды вот глаз, который похож на источник, превращается уже в пруд. «Твой нос, как ливанская башня, что зорко глядит на Дамаск». Ливанская башня, то есть башня дозорного, которая, где находится страж, смотрящий вдаль, не идет ли враг, вражеское войско. У человека есть как бы две основных способности, об этом очень много говорят святые отцы, способность к деятельности, к практике, к тому, что мы можем совершать те или иные поступки и способность к созерцанию. Это вторая способность, к тому, что мы можем вглядываться в тот мир, который нас окружает, вглядываться в самих себя, вглядываться в других людей. И вот эти две способности, они очень важны и не могут существовать одна без другой. Если человек только действует, но не хватает ему мудрости, не хватает ему созерцания, то эти поступки превращаются в суету, они становятся бессмысленными, а иногда и глупыми, и даже имеют плохие последствия. Даже иногда человек хочет чего-то хорошего, а сделал не то, потому что не хватило созерцания. Если человек только созерцает, только всматривается, но это не проявляется ни в каких делах, то это тоже нехорошо. А здесь вот о невесте, о душе говорится как о той, которая и действует, и о той, которая смотрит, созерцает. Ты похожа вот на эту башню, что зорка глядит на Дамаск. Человек должен быть на страже, на страже своей души, должен смотреть, какие помыслы, какие желания, какие чаяния входят в душу. И некоторые помыслы, чаяния, желания человек должен принимать, открывать им ворота своей души, а для каких-то других, наоборот, должен закрывать, когда приходит что-то нехорошее, вражеское, помыслы, злобы, ненависти и всего того, что разрушает потом душу. Как ты прекрасна, любимая, приятней всех наслаждений. твой стан точно пальма, грудь словно спелая грозья. Да, еще сказано, царь взят в плен их потоками, потоками твоих кудрей. Это уже не первый раз мы читаем в книге «Песнь» песни о том, что герой, мы помним, что герой у нас то пастух, то царь, то еще как-то он называется. Вот уже не первый раз мы читаем о том, что он пленен красотой своей возлюбленной. И вот если обращаться к аллегорическому толкованию, то это, конечно, удивительно. Как может быть Бог пленен? Как может быть Христос пленен? Но вот Христос настолько любит свое творение, Бог настолько любит свое творение, что вот такие слова здесь говорятся, что он пленен этой красотой. Твой стан точно пальма, грудью словно спелой гроздья. Подумал я, залезу на пальму, ухвачусь за ветви с плодами, и пусть будут твои грудью словно виноградные гроздья, дыхание твое как запах яблок, твое небо как ароматное вино. Жизнь человека должна не просто проистекать, а должна приносить какие-то плоды. Всякое древо познается по плодам, говорится в Евангелии. И здесь тоже вот она, героиня, невеста или душа человеческая сравнивается с деревом. И говорится о том, что Христос желает насладиться плодами с этого дерева. Герой желает насладиться плодами от этого дерева. И если невеста откликается на это, то она должна позаботиться о том, чтобы плоды были. Если душа человеческая откликается на этот призыв Христа, то она должна подумать, какие плоды я приношу. Даю ли я плоды любви, благодарности, любви к Богу, любви к другому человеку, вырастают ли на мне виноград, яблоки, можно ли сказать, что не оба как ароматное вино, или я какие-то совсем другие плоды приношу, терния, колючки, по плодам судится всякое древо. Девушка отвечает на это, что течет прямо к милому с губ моих алых струясь. Я милому принадлежу, я для него желанна. Милый, пойдем в поле, там, где хна растет, заночуем. На рассвете пойдем в виноградники, посмотрим, глаза распустилось ли, раскрылись ли на ней бутоны, цветут ли гранаты. Там тебе подарю мои ласки. Мандрагоры благоухают у наших зверей, плоды прекрасные и новые, старые. Это я сберегла для тебя, мой милый. то есть вот на этот призыв к тому, что жених желает насладиться плодами, героиня здесь отвечает, пойдем, я покажу тебе свои плоды, пойдем в поле, в сельскую местность, посмотрим, расцвели ли цветы, выросли виноград, распустилась ли лоза. Мы помним, как в пространстве вот этой поэзии как неразделимы герой, героиня и то окружение, в которое помещает их автор. Раньше героиня сравнивалась с садом и потом сама становилась этим садом. И вот здесь примерно то же самое. На вот этот вопрос о плодах она говорит, пойдем туда, где могут вырасти эти плоды, посмотрим, распустились ли они. И она говорит, конечно, о самой себе. Приди ко мне, посмотри, выросли ли во мне эти плоды, распустилась ли лоза. И вот если мы обратимся вновь к аллегорическому толкованию, то вот так должна душа отвечать. Если душа откликается на эту любовь Божию, то вот так она отвечает. Приди ко мне, Боже, и вишть, посети виноград сей, как говорится в Псалме, и эти слова каждый раз произносят архиерей, когда совершает литургию. Приди в виноградник моей души и посмотри, есть ли на нем плоды, распустились ли они. Вот такими словами, таким призывом кончается седьмая, предпоследняя глава книги «Песнь песней», которую мы читали в переводе российского библейского общества для библейского портала «экзекиэт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...